Всем привет, друзья! Сегодня новый видос на моем канале, посвященном строительству моего загородного дома. Добрым воскресным утром я решил для вас записать этот видеоролик. Сейчас коронавирус, карантин. Есть возможность немного посидеть дома. Соответственно, есть возможность снять для вас какой-нибудь видеоролик небольшой. Сейчас я камеру переверну. Здесь вот у меня стоит газель. У нас такой весенний субботник. Начинаем вывозить разное барахло с участка. Здесь вот у меня кровля. Сейчас у меня идут кровельные работы. Укладываем гибкую черепицу. Один скат мы уже уложили. Гибкая черепица фирмы Дёки. Саппора. Очень прикольная нарезка. В том году мы первый раз попробовали ее сделать. И как первый раз я ее сделал, конечно, я влюбился в эту кровлю. Потом вам буду показывать, как я гибкую черепицу делаю на своем доме. Вот так вот выглядит мой дом. Дом в стиле такого дома из газобетона в стиле фахверк. Двухскатная крыша. Крышу хотел максимально простую. Вот сделали вот такие вот широкие крылья. Здесь вот у меня мусорный контейнер. Это второй мусорный контейнер. Начинаем вывозить барахло из пристройки. Половину барахла уже вывезли. Вот такая вот у меня пристройка. Размер ее 3,5 на 11. Будет осенне-весенне такая терраса с камином. Полностью застекленная. Если жена ничего не передумает. Потому что она постоянно у меня что-нибудь придумывает новенькое. Пока на данный момент полностью мы решили ее застеклить. И какими-то выходными днями сидеть, пить чай и наслаждаться камином. Вот такие окна у меня большие. Не знаю, сколько у меня встанут окна. Но думаю, что окна будут небюджетные. Давайте зайдем в дом. Здесь у меня будет гостиная, совмещенная с кухней. Вот здесь будет кухонная мебель, кухонные столы. Здесь вот у меня вытяжка идет под две трубы. Вентиляционная труба и труба кухонной вытяжки. Вот такая вот балка у меня большая, длиной 4,5 метра. Специально конструктор просчитал по нагрузкам, чтобы не было никаких перегибов и изгибов. Чтобы могло укладываться на эту балку сборное монолитное перекрытие. И чтобы вот эта зона была пока без всяких столбов. Потому что тоже мы, вернее не мы, а жена у меня постоянно что-нибудь придумывает. То хочу вот так, хочу вот об косяк. Соответственно, пока это место не решили, как сделать, я попросил конструктору, чтобы он мне спроектировал вот такую балку. Здесь вот мы сделали такую временную лестницу. Давайте я по ней поднимусь и покажу вам, что у меня на втором этаже. Здесь вот у меня такой небольшой коридор. С правой стороны будет две детских комнаты. У меня трое детей. Поэтому весь второй этаж будет заселен у меня детьми. Здесь лежит уже газобетон для межкомнатных стен. Вот такая вот у меня стропильная система изнутри. Вот этот промежуток он немного шире, потому что здесь будет мансардное окно. Мы сразу под него вырезали, не вырезали, а установили такое вот расстояние. 82 сантиметра. Окна будут 78 на 118. С этой стороны. И, соответственно, с этой стороны тоже самое. В этой комнате, в этом отсеке у меня будет здесь ванная комната. Здесь тоже газобетон для стен. Здесь будет еще одна детская комната. Здесь также будет мансардное окно. И с этой стороны тоже будет мансардное окно. Здесь у меня будет еще одно мансардное окно. В общей сложности будет пять мансардных окон. Здесь у меня будет гардеробная. Жена в процессе постоянно что-нибудь придумывает. И вот придумала вот такую дверь. Сказала, зачем вот этому добру у нас пропадать. Давай здесь делаем полы деревянные. Утеплим, и будет еще одна гардеробная. Говорит, вот этой гардеробной нам недостаточно. Будет еще здесь вот у нас гардеробная. Там вот у меня будет котельная. В принципе, на втором этаже все. Спускаемся на первый. Здесь будет наша спальня. Вот этого окна изначально не было. Когда стену возвели, уже практически дошли до перекрытия. Жена придумала здесь вырезать окно. Вот она у меня выдумщица. Все время что-нибудь придумала. Какие-нибудь форс-мажоры. Приходится под это подстраиваться. Вот так вот газобетон здесь стоит тоже для стен. Здесь пока куски дерева. Скоро мы их куда-то будем девать. Здесь у меня будет санузел. И что-то типа прачечный. На потолку, если посмотреть на потолок, у меня там сборно-монолитное перекрытие. Сборно-монолитное перекрытие такие направляющие металлические, в которых укладывается газобетон. 150 либо 100 миллиметров. В данном случае у меня 100 миллиметров. Потом укладывается сетка и 5 сантиметров заливается стяжка. То же самое внизу. Такое же сборно-монолитное перекрытие. В дальнейшем я вам про него буду рассказывать, пока руки еще не дошли. Вот так вот у меня выглядит дом. Здесь вот коридор. Пока тоже лежит всякое строительное барахло. Здесь вот шоу-банды, водосточная система. Здесь у меня будет такая застекленная типа терраски. Как это называется? Прихожая, терраска. Здесь у меня будет котельная. Размер котельной 4 метра на 2,5. Сейчас также здесь лежит всякое строительное барахло. Вот саморезы. Итальянский конструкционный ротоблаз. Про них я вам обещал снять видеоролик. Также буду его снимать. Сейчас часть еще саморезов приедет ко мне с Питера. И чтобы был ролик более полноценным, запилю для вас. Вы понимали, что такое качественные конструкционные саморезы. Основной дом у меня получается 11 на 9. Это по наружным стенам. Пристройка терраса осенне-весенне у меня 3,5 на 11. И котельная 4 на 2,5. Вот такой вот небольшой домик. В принципе, я думаю, для нашей семьи этого достаточно. Хотели больше и меньше хотели тоже. Но решили найти такую золотую середину. В принципе, для нас, для семьи, у которых трое детей, я думаю, это самый оптимальный вариант. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Сейчас у нас наступило такое сложное время. Коронавирус. Поэтому хочу пожелать вам, чтобы вы берегли себя. Чтобы вы были здоровы. И всем пока. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok